Мы начинаем наш третий доклад. Это Вадим Шмыгов, как вы читали. Собственно, давайте там, кто пьет кофе, кто подгребает, сдалека садитесь на свои места. Вадим научит нас, скажем так, покажет нам, как пользоваться Tableau для того, чтобы готовить свою инфографику. Ну и кто не знает, Tableau – это по рейтингам компании Upwork, которая крупнейшая биржа фриланса. Она входит в топ-10 самых популярных навыков, которые требуют работодатели на этой бирже. Если вы владетесь инструментом хотя бы на уровне mid-level, то вы можете зашибать неплохие бабки. В общем, Вадим, тебе слово. Окей, всем привет. Привет. Сегодня моя лекция будет, может быть, несколько несумбурной, потому что я буду показывать не презентацию, а показывать сами работы, которые могут заглючить, интернет может отвалиться, сервер и прочее. Но я думаю, все будет хорошо. Меня зовут Вадим. Я работаю на Тутбай и работаю… Вот недавно начал работать в Wargaming, занимаюсь визуализацией данных и инфографикой. Когда-то в 2005 году я работал в газете и впервые сделал что-то, что назвал инфографикой, вот именно подписал словами. И, по-моему, это первое, что было так названо вообще в Беларуси, в белорусских СМИ. Потому что инфографика – это в первую очередь системный подход. В той или иной роли визуализация данных была всегда. И, например, первый белорусский кинофильм, который называется «Проститутка», он тоже состоял из инфографики. 20 какой-то год, 1920 какой-то год. Поэтому я покажу тот инструмент, который я для себя с радостью открыл, который помогает работать в одиночку. Для белорусских условий, как бы специфики, каких-то иногда ограниченных бюджетов, сроков. Это очень подходящий инструмент. Я покажу, как дизайнеры могут его тоже применять, не бояться данных. И я буду очень быстро показывать кейсы, чтобы вы увидели, в принципе, что можно показывать. Как. Итак, все, я думаю, многие знают, что это такое. Но я сейчас не хочу рассказывать, что это лучшая инфографика всех времен и народов, которая, в общем-то, она является... Что это такое, кто знает? Это план преступления наполея. Отлично, Наполеона, да. Но я хочу показать одну часть этого графика. Вы, если будет интересно, посмотрите, почему табло. Это, может быть, моя личная легенда, но вот в этом инфографике вот табло. Вот, кстати, и Минск, все рядом. Листал старый журнал, я очень люблю старую прессу. И нашел вот просто отличную картинку, которая с 70-х годов. И так представляли себе обработку данных в 70-е. Вкалывает человек, а вот здесь вот уже откалывают роботы. И мы приблизились к этой точке. И для меня, наверное, именно табло стало той волшебной кнопкой. Потому что табло... Были другие инструменты, но табло... Табло сделало меня в какой-то мере, закрыло мой гештальт. Как в одиночку сделать дизайн, обработать данные, сделать, рассказать историю. Главное — это рассказать историю. Визуализация у квадрата Гартнера. Они проводят аналитику платформ, бизнес-анализа. И вот здесь табло был в 2010 году. Видите, конкуренты Oracle, SAP, Microsoft, IBM и так далее. И что сделал... Что произошло с табло? Вот уже в 2014 году они лидеры. 15-й, 16-й. И вот такой вот путь. Примерно описан табло. Квадрант, магический квадрант Гартнера. Можете сами посмотреть. И что же такого крутого в этом инструменте, что он стал лидером? И вот, как уже упоминал Александр, биржа, одна из крупнейших бирж фриланса. Это лично меня приятно удивило. Какие вот... На первом месте, как вы думаете, что? Нет, ну выполнять задачи — это вообще ко всей нашей жизни. Искусственный интеллект и обработка естественного языка. Все сюда. Второе место — язык Swift. И даже не то, что топ-10. Табло номер три. Это то, что необходимо работодателям. То есть те, кто ищет фрилансеров. Ну, дальше там всякие Амазоны, Angular, ну вот все, что я думал в топе, но где-то что-то оказалось дальше. Немного о моделях и о монетизации. Табло — продукт, конечно, дорогой. Сейчас они изменили тарифные планы, но я бы вам не рассказывал про какой-то платный продукт, если бы у него не было бесплатной версии. Табло паблик. Табло паблик хватает для работы, для моей работы как журналистов, чуть более чем полностью. Но единственное, что я не могу сохранять локально свои работы. Все, что вы сделали, оно должно быть сразу сохранено в сети и, в принципе, доступно для просмотра каждому. Поэтому если там личная ваша финансовая информация, ну, какая-либо чувствительная информация, версия табло паблик не подойдет. Ну, у першинного, у профессионного есть триал на две недели, поэтому, если что, можно поработать в них. Основное отличие — это невозможность локального сохранения только в профиле и большое количество источников данных, к которым можно подключиться. Это всевозможные базы данных, Hadoop, Impala, Oracle, вот это вот все. Но в версии паблик есть то, что мне нужно было в 100% случаев. Это CSV, текстовый файл, где значения разделены колонки запятыми, и Excel. Плюс там появилось подключение не так давно к Google Диску, что вообще позволило не просто хостить файлики на Гугле, но и визуализацию, чтобы визуализация обновлялась сама. Пока это там раз в сутки, но раз в сутки она из таблицы подтягивает данные, и это очень круто, я покажу какие-то работы, которые это используют. Итак, примеры кейса, что можно делать. Табло очень удобно подходит для визуализации рейтингов. Люди любят рейтинги. Люди любят сравнивать себя с другими, на разном уровне, на уровне любимых ресторанов, стран, ну все что угодно. И в табло можно очень по-разному. У каждого рейтинга своя методология, он на разных основах. В штуках я покажу просто буквально один из них. Если вам что-то заинтересует, вы просто скажите. И если будут вопросы, вы тоже сразу перебивайте и задавайте. Мой любимый рейтинг, рейтинг социального прогресса. Это один из первых рейтингов, которые я делал в табло. У меня высокое доверие к источникам этого рейтинга, потому что Гарвардская школа бизнеса и MIT, Массачусетский технологический институт, они сделали такой продукт, где выстроили индекс социального прогресса, в который входят основные потребности человека, факторы благополучия. А если можно, контрастность проектора. Чуть-чуть убрать в настройках, а то тут вообще мало что видно. И выключить свет вот здесь, чтобы было лучше видно вам. Впереди, если можно. Итак, каждый из них состоит из многих характеристик. И интересно показать их все. Например, наводим на Беларусь и видим, что по питанию и первой медпомощи, ну вот я как раз нижнюю часть хочу показать пока, вот оно подсвечивает все места в Беларуси в каждом из подрейтингов, их очень много. И видно, что с доступностью информации связи у нас так себе не очень, с толерантностью ну где-то там на 50, на серединке. А с... Нет, кстати, с питанием и первой медпомощью все очень хорошо. А вот с канализацией, ну тоже неплохо. То есть очень такой комплексный рейтинг. Но мне было интересно добавить что-то самому. Например, размер круга здесь зависит от ВВП, я сделал. Или от населения. Скольких людей в мире вообще волнует этот рейтинг и влияет. Ну вот так вот. Самая Индия и Китай, самые населенные страны, ну где-то ниже середины этого рейтинга. Размер страны может быть. Ну где-то так, корреляции нет. Но вот если сделать ВВП на человека, то есть я это добавил уже в рейтинг, понимаете, то здесь уже обнаружилась какая-то зависимость или внешний долг, например. И видно, что на вершине этого комплексного рейтинга по десяткам характеристик, собственно, внешний долг играет, наверное, важную роль. Но потом было интересно на вторую вкладку в табло. Я сразу буду показывать, как организовывается пространство в табло. Это могут быть такие вкладки, на которые пользователь, будучи читателем, таким отвлеченным, он никогда не зайдет. Поэтому не делайте ничего во вторую вкладку. Бизнес-задачи, дашборды для аналитиков, там уже другая совсем история. Вот мне было интересно построить зависимость, например, населения страны от жилищных условий, от водопровода и канализации. Или как зависит толерантность, например, от толерантности от водопровода и канализации, от места в этом рейтинге. Ну то есть можно миллионы сочетаний, можно самому исследовать и увидеть там, например, какую-то страну. Ну она тоже подсвечивается везде. Ну то есть такая кастомная штука получается, в которой интересно покопаться, например, самому. Эффективность, миролюбие. Покажу. Здесь немного выглядит трэшово, но здесь было интересно сравнить. Тоже очень много характеристик сразу показывается. И вот Беларусь сейчас по умолчанию активно. Можно посмотреть, что с Россией. Ну в России так. А сравнить между собой можно здесь, например, выбрать Беларусь и Россию. Беларусь красным цветом, Россия синим цветом. И увидеть, что в общем рейтинге миролюбия Беларусь гораздо безопаснее. По военным расходам очень мирная страна. По вынужденным переселенцам просто, ну тоже хороший бал. Ну и так далее. В чем Россия у нас выигрывает? Это в импорте оружия. Россия меньше, получается, импортирует оружие по методологии этого создателя. Ну так можно сравнить параллельными координатами. Это тип визуализации называется. Любые страны или подвести, посмотреть. Next. Рейтинг здравоохранения математических школ Казахстана. Женщины в мире за решеткой. То есть часто в рейтинге карта какая-то. И когда вы уже заметили, не было там еще, это впереди. Но это у меня было, но не в презентации. Это мы посмотрели. Например, табло, чем хорош для дизайнера. Что все, что вы сделали в табло, оно можно даже в бесплатной версии экспортировано в PDF. А это значит вектор, с которым можно дальше работать как угодно. И я сам этот рейтинг открывать, например, не буду, тоже с параллельных координат, но покажу, как использовался табло для визуализации в книге на развороте. Например, это рейтинг разных организаций страны по доступности, ну, по ряду характеристик. Или вот такая штука, да, как это называется визуализация. В общем, таблица на пересечении разных характеристик, где там да, нет. И тоже это сделано в табло или вот такие штуки. То есть очень удобно сделать. Ну, текст, конечно, побьется, текст будет, каждая буковка отдельно. Но это лучше, чем, ну, это быстрее, чем как-либо еще делать. Или вот такие вот кастомные карты. Вот здесь вообще куча информации на одной странице. Нужно было впихнуть невпихуемое. Это рейтинг сайтов исполкомов. Горы исполкомов рай, там, по-моему, всего 140 сущностей. И здесь зашифровано, ну, сразу место в рейтинге, представленность, какой-то исполком и много-много всего такого. Тоже изначально в табло, в PDF-ке получилось. Карты. Вообще с картами в табло можно делать интересные штуки. От очень простых, вот то, что делается за полчаса. У нас был проект «Почти Минск» про жизнь за МКАДом. Все города в Минской области, спутники, ну, не все города, спутники, где-то поселки, в которых ездили журналисты Тутбай и писали, что-то писали. И в рубрикаторе можно увидеть, где находятся эти города. Они автоматически добавляются после выхода новой статьи. И можно кликнуть, перейти на нее. Как вы видите, подложка использовалась Stemming Design. Известная студия картографическая. И в табло можно легко заменить стандартную подложку на что-то такое кастомное. Или вообще сделать самому в сервисе Mapbox. Ну, тогда ограничение на количество просмотров. Если больше 50 тысяч, ну, грубо говоря, вашу работу откроют, то Mapbox скажет «не-не-не, деньги-деньги». Ну, там можно кастомизировать вообще все на любых уровнях, сделать свою карту сколь угодно подробную и красивую. Работа, которая заняла достаточно много времени, но мне было самому интересно узнать. Была такая гипотеза, что в Минске очень многое названо в честь войны, в честь героев войны. И мы отметили все улицы Минска, которые названы в честь войны. Назвали «Война близко». Тут можно не только увидеть в честь, например, военных, это названо, или в честь партизан, вот они подсвечиваются, партизаны, или в честь подпольщиков каких-нибудь. Но выбрать любой год, увидеть, что было в каждый год, или выбрать конкретную улицу и почитать про этого человека. Кто живет на какой улице героев войны? Кто знает? Ладно, окей, тогда Жудро. Пусть это будет или нет, Матусевич. Жудро. Вот эта фотка, вот этот человек. Но здесь еще такая косвенная инфа. Удалось померить, кто важнее из участников войны по длине улиц. Это такая косвенная информация, потому что у меня были координаты, широта, долгота. Я подумал, что я с этим могу делать? О, наверное, можно вычислить расстояние. Потом нашел кучу формул, сделал программу и был очень рад таким челленджам. И синус, и косинус, и кривизна земной поверхности. И получилось, что самый длинный у нас партизанский проспект, 10 километров, и проспект победителей, такие абстрактные. А дальше у нас партизаны и подпольщики все же идут, зелененькие. И косвенно потом, я это в лекциях показываю, в статье это не было. Тут есть своя история про то, что до 60-х годов практически не назывались через героев войны улицы. Возможно, это связано с тем, что, в принципе, строительство активное началось с Хрущевской, всей этой жилищной реформой. Но, как знаете, первые 20, около 20 лет День Победы вообще не праздновался. Не было такого праздника, не было выходного. И потом вспомнили. Собственно, это здесь видно, как внезапно, там очень-очень много домов. Видно, как после обретения независимости в 91-м тоже никого не называли в честь героев войны. То есть тут тоже в этом есть история, которую можно рассказывать, которая немного осталась за кадром. Результаты выборов. Ну, конечно, это всегда карта. Но в табло что... Ну, как карты ляжут, да, вот можно еще так сказать. Но в табло что можно сделать? Вот в три часа ночи после президентских последних выборов центр избирком выложил PDF-ку, там сколько-то страниц, где простыня по райисполкомам всем. Такие-то координаты. Уже через час, ну, где-то, может, чуть меньше, я получил картинку. Я ее долго показывать не буду, но вот буквально через... Вы сами все знаете. Если я спарсил данные, потом включил метрику испорченные бюллетени и увидел какой-то интересный район. Что же это такое? А это Шкловский район. Слышали, там известные люди некоторые рождались, и там минус 879 испорченных бюллетеней, что, в принципе, быть не может, да. Даже ноль быть не может, а нолей там достаточно. Вот тут, например, там где-то ноль испорченных. Ноль штук испорченных бюллетеней. То есть весь район, все очень порядочные. Ну, насчет этого, там, председатель центра избиркома рассказывал, что, ну, вы знаете, техническая ошибка. В принципе, этим объясняется многое, но такая штука, главное, получилась достаточно быстро. Платные дороги, пропускаем автошколы для байкеров тоже. Ну, что-то, всегда тема, которую делаешь, должна быть интересна и тебе. Или нужно себя заинтересовать ей. Вот в работе про отпуска и про лоукосты я ответил на такой волнующий вопрос. Ну, лоукостов пока у нас нет. Откуда вы все летают? Откуда вы летаете отдыхать? Из Минск-3. Из Минск-3. Вот Вильнюс. И сразу на карте вы видите количество направлений из ближайших аэропортов. В Вильнюсе их 36. Можно выбрать Вильнюс, например. А какой авиакомпанией вы летаете из Вильнюса? Из Минск-3? Вот можно выиграть. Было бы хорошо. Выбрать Райнер, Визеер, например. Две авиакомпании. Короче, Вильнюс, Райнер, Визеер. А потом дальше ответить на чудесный вопрос. Вы хотите к морю или океану? Хотим. Вот я хотел. Это то, что было мне интересно. И здесь исчезают все аэропорты, там, где точка которых дальше, чем 100 километров от моря. Вот я ответил для себя, в первую очередь, на такой вопрос. И эта метрика оказалась тоже пользователем интересным. Там около 100 тысяч просмотров у этой работы было. К сожалению, это не обновляется онлайн. Но я сделал такую среду, где можно нажать несколько кнопок, вспомнить, как я все это делал, и перезагрузить новые данные. И... Ну вот море... Так, если море убрать, все исчезнет. Далеко от моря. Вот сейчас, если вы море категорически не любите, вот остались только те аэропорты, которые далеко от моря. Next. Карта. Заброшенный Минск. Справочник для бомжей, инвесторов и сталкеров. Какие площади без присмотра людей, скажем так, никто не живет. И когда я просто нанес точки, которые дал МЧС частично, какие-то еще ресурсы, ну окей, карта, точки и что. Но у нас есть OpenStreetMap, где есть все домики Минска. В Беларуси замечательная комьюнити OpenStreetMap. Спасибо им большое. Я получил, вот у меня был список адресов, список всех домов Минска. Я вычислил площадь основания этих домов. Это в сервисе QGIS. В картографической программе делается быстро. И вот я увидел, что самый большой заброс на Карла Липнихта. Я сам там жил, но я даже как-то не ожидал, что вот такая штука, недостроенный овощной склад, там площадью основания 10 тысяч метров. И буквально через два дня после публикации этой работы про забросы, вот как раз около этого недостроенного склада нашли убитым в машине какого-то... не Грубангалы, так, Берды Мухамедов, а... Ну в Беларуси есть один президент соседней страны. И вот там то ли какой-то по бизнесу партнер, я не помню. Но вот это было через пару дней возле этого склада. Я уж боюсь, не подсказал ли я чего-нибудь тут этой визуализации. Но тоже на сообществах сталкеров ее показывали. Ну и самому тоже было интересно увидеть, сколько места все это занимает. МЧС, участки, выборы. Все пропускаем. Люди на болоте. Лингвистическая работа. У нас был лонгрид про болото. И у нас есть название городов. И стало интересно, а какие из них произошли вообще от болот? Или от слов, связанных с болотом? Почему мы люди на болоте? Александр Лычавко, он коллега-журналист, интересуется очень многими вещами, в том числе болотами. И он список слов где-то собрал, сбросил мне. И вот со словом «гать» 42 названия. И видно сразу, подсвечены, где они. Болото, плавно, язвино. И язвино. И что это такое? Ну, можно сразу словарь посмотреть и увидеть, что у нас очень много, что мы люди на болоте, действительно, очень много названий. Ну, кстати, Москва тоже от слова «болото» произошла. Ну и Берлин. Ну, это такое уже личное, контекстуальное изыскание. Это работа, которую мы, студенты, делали в школе визуализации, инфографики, инфографика тут. Я буду очень быстро, потому что я хочу ответить на ваши вопросы и много что показать про топливо. Дорожает топливо и автоматически, ну, сейчас я открою эту работу, показывает, сколько дней не дорожало топливо в Беларуси. Чем хорошо табло? Тем, что, ну, это на момент публикации, это ПНГшка. Она вот сейчас прогрузилась, и на сегодня, 27 апреля, цены не меняются 12 дней. 12 целых дней, так не было уже месяца полтора. Топ, самые быстрые периоды без подорожания, два дня. Это, а я сейчас покажу, это чуть ниже, эти два дня. Вот этот график, он такой дискретненький. Это акция протеста «Стоп бензин», после которой президент сказал, что это такое, что вы делаете не больше, чем на 3%? И вот дальше тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. И, в общем-то, на момент октября, сейчас посмотрим, вот, к декабрю, к ноябрю-декабрю уже вот этого же уровня достигли цены. Ну и сейчас эту лесенку вы видите. Трынь, самая быстрая. То есть это все автоматически сейчас практически работает, показывает этих 700 дней, которые не дорожало топливо. Ну и можно в евро, в долларах. Кстати, в долларах там не так все и страшно выходит. Как дорожали авто? Ладно, рынок новых автомобилей. Ну, я быстро, может быть, покажу. Или нет, покажу лучше автомобили Беларуси. Кто из вас сюда приехал на автомобили? Ну, я же не мог запарковаться, кто-то же приехал на автомобили. На чем вы приехали? Пежо. Отлично. Вот работа, которая рассказывает, показывает сразу все автомобили Беларуси легковые. И когда делаешь работу, нужно рассчитывать, что пользователи вообще кликать не будут. Вот все это интерактив, человек скролл. Сейчас нужен навык скроллителлинга. А если человек уже наведет, ну, это значит, благодарный пользователь, он тоже найдет что. Но за эту работу, ведь не часто люди, ну, как-то фидбэк, ну, в комментах, на форумах, да, этот фидбэк можно читать в зависимости от настроения. Но вот чтобы дозвониться, сказать, вот это одна из тех работ, за которые дозвонились и сказали, здравствуйте, мы, это был декабрь, по-моему, мы занимаемся запчастями к грузовым автомобилям. Вы нам сделали годовой план продажи. Спасибо вам большое. Потому что даже этой открытой информации, а у каждых данных есть источник, почему-то не было. Ну, не знали, где взять. С данными у нас, тем более открытыми, все не очень хорошо. Peugeot. Вот, собственно, можно сразу увидеть Peugeot, сколько автомобилей было на какой год. Но можно посмотреть, что вообще в Беларуси. и в Беларуси с Peugeot вот такая. Больше всего Peugeot в Минске. Но это всего автомобилей. Всегда нужна размеренность относительную. На сколько-то тысяч человек. Вот на тысячу человек смотрим. И сразу уже видно Минск, Гродненская область и Минск. Вот Peugeot гораздо больше. Тут 16 и 9. Ну, разница большая. В Могилевской области. Что может уже судить про доходы, про что-то еще. А если посмотреть народный автомобиль. Volkswagen. Passat Universal. Гродненская Брестская область. Отличный бензобак. Большой багажник. Песню Лёва Навольского многие слышали. Но тут можно включить еще индивидуальные предприятия. Посмотреть, как у них. Что без каких-то мотоциклов. А здесь дальше уже можно закопаться и увидеть кучу всего. Посмотреть, например, по стране бренда или по принадлежности. На самом деле, я когда делал эту работу, я еще и текст к ней писал. То есть, когда ты сам смотришь, анализируешь данные, видишь, о, откуда-то 100 Линкольнов появилось в Минской области. А потом думаешь, что, наверное, это служба проката. Ну, там можно из данных очень много всего интересного выяснить, выяснить, открыть. Вот кто думает, сколько мотоциклов у индивидуальных владельцев и у предприятий? Ну, примерно, как относятся мотоциклы? А я не знаю, я забыл, я просто так себе. А сколько же их там? Ну, вот смотрите, вот это в Минске у предприятий вот столько вот мотоциклов. Ну, можно навести тоже, увидеть, какие это мотоциклы, прочие. ММВЗ. Ну, это Минский мотовелозавод. Вот 159 мотоциклов целых. А если добавить какие-то другие регионы, другие области, то и убрать Минск, то ситуация, ну, какая-то такая. Ммм, плохо изменилось. Вот в Гродненской там было больше. В общем, как ты, что ты захочешь узнать, из этих штук можно узнать, посмотреть или проанализировать, как изменилось за три года, например. Но это уже такая специализированная работа. Редко птица долетит до середины. Главное в тексте все это описать. Дальше. Рынок новых авто. Ну, про автомобили хватит. Про погоду. Вот что в эти дни больше всего волнует людей? Погода. Первая работа по погоде. Табло позволяет анализировать миллионы строк данных. То есть вот у вас есть миллионы строк, она все их покажет. Сегодня у нас 27 апреля. Эту работу я достаточно давно не открывал, но давайте посмотрим, что было в этот день вообще в истории. Какая была минимальная температура? Ну, у нас не все так плохо. Тут, так, Борисов. Минск 6,5 градусов. Минус. Была в 2024 году. Максимальная 26 градусов. Сегодня было 26 градусов. В 2013, не так давно. Но и то же самое на карте увидеть или подсветить там осадки. Это была первая работа моя про погоду, такая глубокая. Я в ней, признаюсь, закопался, но было интересно. Я лучше покажу, что получилось позже и дальше. То, что обновляется. То есть можно исследовать самому тоже, посмотреть осадки, например, в виде такой отрицательного барчарта, который сам похож на капли дождя, или в каком-то другом виде. Вот я даже тут сделал изменить вид. Ну, просто было самому интересно посмотреть, как это можно показать. Там есть привязка к новостям, что-то еще. Ну, в общем, заморочился человек. Следующая работа, она тоже долгоиграющая, потому что в конце сезона интересно вспомнить, а каким было это лето, каким была осень и так далее. Здесь очень много дашбордов, которые позволяют ответить на этот вопрос. Вот это 2016 год. Это прошлый год. Сразу тепловая карта и календарь, которые показывают каждую температуру. В принципе, тут за 120 лет можно любой год включить, и там будет любая температура. Экстремумы температурные. Это прошлый год. И его теплые рекорды. Вы же понимаете, что все, что у меня было изначально, это такая таблица очень простая, в которой есть дата, минимальная температура, средняя температура, максимальная температура. И все. По-моему, тут даже осадков не было. Это все, что было. Четыре колонки. И из всего этого, ну, вот за счет аналитики удалось узнать, например, что вот здесь вот было много рекордов. Кстати, если листать по годам, в этом году тоже уже были, вот было два рекорда. Но если долистать до 2000-го года, вот это вообще 15-й год, один из самых жарких, там буквально два холодных рекорда. То есть два раза температура била минус. И можно среднюю температуру. Вот настолько она увеличилась. То есть это все по этим данным. Ну, такое, да, локально-глобальное. Для Минска. Потому что мы смотрим на Минск и смотрим, например, насколько она выше или ниже нормальной температуры. Или вот по месяцу посмотреть. Вот она всегда нормальная была. Вот подводим, видим там минус 5,8 норма. Она была выше нормы на 6, на 7 градусов почти. Но что такое норма? Норма понятия растяжимая. Сейчас метеорологи считают, что она уже не с 61-го по 90-й год, а с 81-го по 2010-й. И ситуация еще меняется. Более так быстро пролистываю. Это календарь нормы отклонений. Это вот график. То есть я использую просто что в статье нужно? Конкретные фрагменты. Или график отклонений на фоне всех лет. Или вот сразу на одном графике мне он нравится. Во-первых, это красиво. Температура на каждый день сразу с 1908 год. И вы подводите и сразу видите, какая это была температура. То есть это все точки с данными, которые могут еще экспортированы быть в картинку. Если есть вопросы сразу какие-то, вы задавайте. Тут показано, почему не было данных. Ну, очень много. И самое интересное тоже, Just for fun. Погода – ваш день рождения. Кто скажет свою дату рождения? 3 июня. А, год? 2014. 3 июня 1994 год. Вот это ваш личный график глобального потепления. Ваш самый жаркий день рождения был, когда вам был один год. 3 июня 1995 года. Самый холодный день рождения – 18 лет. Наверное, его помните. 2012 год. 7 градусов. Ну, и это можно сразу пошарить, скачать, посмотреть. Next. Вот это последнее. Все. На этом о погоде все. Снег. На самом деле, про него можно рассказывать очень долго. Потому что из двух колонок – дата и уровень снега, фактически – можно выцепить кучу всего интересного. Ну, поскольку у вас всех зима уже, наверное, достала, да и это весна такая тоже, я просто скажу, что самый-самый-самый год 1893, у него куча всяких рекордов. Побил. Если вам интересно… А, друзья, пять минут? Серьезно? Я только начал. Смотрите адрес инфограф.by. В конце я, короче, отмотаю на слайд, где будет конспект того, то, о чем я рассказывал, то, что поможет вам изучить табло самостоятельно. И вы увидите. Ссылка простая. инфограф.by. слэш табло. Табле. Ау. И там будет материал. Но давайте посмотрим. Вот я все пролеснул. Когда был последний снег? И в этом году снег растаял раньше всего в истории. То есть в Минске снега не стало раньше всего. И вот это сегодняшний день. Ну, вот на этот день уже снега, в принципе, никогда практически не было. Он автоматически тоже показывает. И показывает. Вот Даниэла. Вот Хавьер был. Снег недавно растаял. Рейтинг снежных зим. И вот если взять, например, 1994 год, то вы увидите лично для вас самые снежные, например, зимы. Не там за всю историю, как говорят, вот была самая снежная зима. А только вот за последние сколько-то лет. И самое бесснежное. По среднему уровню или вообще по количеству дней со снегом. Тут можно смотреть смотреть очень долго, смотреть рекорды. Средний уровень. Когда был первый снег. Тоже вот такой вот график со снежиночками, что видно, что первый снег все позже, не позже, ну, да, все позже и позже, самый поздний. И самый первый снег вы, в принципе, застали. И вообще все метеорекорды, о которых я пишу, вы застали в своей жизни. Самая большая снегобада, это вообще интересно. Потому что, когда СМИ начали развиваться, сейчас любой дождь или любой снег это событие, новость и достойное упоминание. И мне было интересно обнаружить топ снегопадов. Ну, это такой снегопад, я подумал, уровень, после которого снега увеличился больше, чем на сколько-то сантиметров. И можно вести, например, прирост снега за два дня 21 сантиметра, и вы видите самые большие снегопады в истории. Я потом гуглил конкретные, там про каждый можно что-то найти там до 95-го года. Раньше нет. Так, мне просили про выборы, все, а я о погоде, бюджет Беларуси, ЗВР, все пропускаем. А, так все не так плохо. Спасибо. Что сделали депутаты? Приятно, когда делаешь работу, а потом узнаешь, что тот вывод, который ты сделал сам, сделали читатели, которому мы подтолкнули. Вот на трибуне Европарламента забыл кто. Какой-то важный человек в Европарламенте озвучивал тоже эти цифры. У нас нет данных по голосованию депутатов. Да вообще, кто помнит своего депутата из вас? Ну, кто-то помнит. Один человек. Ни одного человека не помнит имя своего депутата. Да как так? Они же о вас. Следующий вопрос. Хорошо. Как вы думаете, сколько сами депутаты законопроектов за свою прошлую сессию внесли? Один. Три. Вот эта цифра стала известна после того, как мы загрузили из «Нам помогали хорошие ребята инициатива ElectBuy.org Источник права БАИ». Там, где просто сказано, когда законопроект был внесен, когда он принят, кем внесен и все. А, и название. Все, информации больше нет. Если в России известно, по каким фракциям они передвигаются, то у нас только эта инфа. Но все равно удалось, визуализировав это, выяснить, что их, собственно, три закона сами. А потом, если законопроект вносили депутаты сами, вот эти три, они рассматривались 241 день. Если Совмин, то 130 дней. Если сам президент вносил, то 80 дней. Ну, как растет скорость принятия в зависимости от того, кто внес. И дальше, если в начале своей деятельности они в среднем 255 дней принимали законы, то к концу уже, видите, какой профессионализм. Уже 59 дней в среднем на закон. Можно еще увидеть, когда вносит обычно президент. Он вносит в среду, вот очень любит. такая фигура. И в июне к сессии, например, или АСАВМИН, видно, что АСАВМИН в субботу не работает. Два законопроекта. Ну и так далее. Можно покопаться в этом. Но главный инсайт, знаковые законопроекты, самое долгие принятия, что дольше всего принимали, самое быстрое, это был бюджет. Вот, кстати, вот и бюджет, таймлайн. Ну, по бюджету быстрее всего. Самое интересное, это инсайты в данных. Депутаты второгодники, анаугурация Лакушенко, властелины мира, очень быстро. Данные только из Википедии. Дата, фамилия была, дата рождения. И главный инсайт, что большинство президентов мира, это президентов фактических руководителей, без там, где парламентская форма управления, большинство президентов петухи. Овцы, только три человека. Мозамбик, Африка, Республика Конго и Куба. То есть, казалось бы, тут должно быть нормальное распределение, да, ну, гороскопы, это же бред. Но вот выяснилось, что вот так. Ну и видно, где больше всего президентов, вот сколько глав государств, можно включить правительство, четыре тельца и вот сколько скорпионов. Ну, должно быть нормальное распределение. Не знаю, почему так, не будем вдаваться, я в гороскопы не верю, но было забавно. Итоги выборов. Ладно, явка, черт с ним. Вот это тут пример, когда работа, была сделана, в общем, анализ в табло, а получилась такая статическая визуализация, показывает штрафы белорусских активистов. Вы все слышали, что штрафуют, и выяснилось, кто больше всех. Конечно, они сами жалуются, нет, у меня там не учли, ну так давайте инфу о себе. Олесь Макаев, Статкевич, вот 149 миллионов, это в текущих, по-моему. Нет, наверное, все же в старых. Да, потому что очень страшные цифры. И вот на такую сумму их оштрафовали. А по партиям, ну, половина на гражданских активистов. Дальше, почему-то никогда не штрафовали, почти летом, вот в июле, здесь, либерализация, когда у нас закончилась, была. Ну, в общем, не суть, суммы штрафов достаточно большие. Ну, и дальше, тоже рейтинг, кто это, и за что. Ну, например, там, участие в неволе, мероприятие разрешено Мингрысполкома, это в прошлом году, или акция за честные выборы, или, ну, вот события, что это, ну, такая вот статичная штука получилась, не знаю, как по дизайну, но, в общем-то, она отвечает на свои вопросы и показывает очень много данных и делает рейтинг. Семантический анализ. Закончим. Вот вы говорили что-то про послание, про новогоднее. Вот это, например, нет, стоп, это не та работа. Я, наверное, давайте про новогоднее или поздравление. Новогоднее поздравление президента с каждым годом все короче и короче. Вот было 1100 слов в 97-м году и стало 700, вот где-то в среднем. На каждый год можно почитать мудрость или, ну, там вот навести или увидеть, какие там облако слов, что он говорил, или увидеть, что вот мы с каждым годом все больше и больше. Мы. Ну, это доля слов ко всей речи. И можно самому ввести любые другие слова и проанализировать. Или послание. Тут, к сожалению, почему-то текста последнего послания пока не выложили, только краткую. Ну, мне нужна полная стенограмма, чтобы делать такие штуки, чтобы показать, но вот по посланиям тоже. С каждым годом все короче с 2010 года. А дальше история, вот stories в табло, где можно не закладочками сверху, а скролить, рассказывая как бы историю. Например, слово стабильность все равно все чаще и чаще. Слово безработица исчезло. Вообще, в 2015 году не было. Хотя безработица, по-моему, была, говорят, высокой. Инвестиции. Ну, тут можно много исследовать. Слово говорить, слово говорить вот как-то чаще. Сможете пролистать. Я хотел бы показать семантический анализ, но, по-моему, я... А, нет, все нормально. Это первая работа, которая была сделана по речам президента. И вот общение с российской прессой все больше и больше. Слово Россия тоже чаще употребляется в среднем. Или, например, вот смотрим год 2008, вот Россия насколько больше, чем Беларусь было сказано. Можно там подвести и увидеть. А дальше там тоже история, что все чаще говорит ты или использование глаголов в каких-то других частях речи. Вот тоже говорить слово, то есть, ну, я говорю, говорю одно слово, говорить, то есть плюс одно слово. Ну, вот таких, больше и больше и больше в речи. Или тут каждая своя история, можно самому ввести слова, посмотреть страны вектора. Видно, как Россия, как Украина вот появилась со всем этим кризисом. Или про людей, посмотрим про людей, себя упоминает чаще других, именно по фамилии. Лукашенко. Часто вы себя по фамилии упоминаете? Вообще. Ну, показывает презентацию, что-то рассказывает. Шмыгов, нормально. Вот себя он говорит настолько чаще, чем вот Путин, а вот Медведев. Появился и исчез. Вот плавно упоминание. То есть, все, если кого-то заинтересует методология, она там в той вкладке, которую никто не читает. Там семантический анализатор какой исследовался, там еще много вульгаризмы, там наклонить и так далее. Ну, все, что можно из данных выцепить. Что? Красное? Ничего нет красного? Это слово дерьмо, оно в официальных стенограммах. Извините, президента править нельзя. Ну, вы сможете посмотреть, в общем, 250 тысяч, по-моему, просмотров, или 200 было у этой работы, и самому было интересно какие-то инсайты получить. В принципе, вы можете видеть, что какие-то типы визуализации могут повторяться, но главные же данные и главные истории, которые вы рассказываете с вашими данными. Вот последнее про политоту, это задержание и наказание. И здесь я хотел показать особенности табло, например, десктопной версии, как можно сделать. Ведь сейчас mobile first, все, что вы сделали, оно должно вот здесь в первую очередь даже, ну, почти в первую очередь. Штука обновлялась, музыка подходящая, в общем, к началу этого кино. Начало этого кино со всеми маршами тунеядцев, саундтрек закончился, показывает задержания, аресты, другие события, показывает карту, в которых эти события происходили, и можно было найти людей, ну, например, по фамилии. Так, N2N, так, сейчас будет кто-то, ну, в общем, там, Иван, тут на белорусском языке, Леонид, ну, показывает всех Леонидов, например, которые были арестованы или пострадали. Но я хотел показать вот что, если здесь это такой дэшборд в одном экране с поиском, который, тут можно отфильтровать, посмотреть, вот, кто из Борисова, все Леониды из Борисова, например, которые пострадали, ну, или просто посмотреть людей из города Витебск, все аресты в Витебске. Вот здесь показаны таймлайн, вот все аресты в Витебске, и кто эти люди внизу, только из Витебска. Сейчас я хотел показать, как это может смотреться, например, на телефоне. В мобильной версии, в мобильной версии сайта, все, одну секунду, не знаю таких слов, alt-comment-e, но вот вы сейчас видите мой телефон, это версия браузера в Safari, и это, вот сейчас он перезагрузится, потому что после бездействия, вам видно? Нормально? В центре экрана эта штука. Это уже по-другому сверстано, для мобилы можно свою верстку делать, и, тем не менее, это полнофункциональная штука, где можно что-то выбрать, увидеть, сколько там было арестов или каких-то там событий других, с интернетом, наверное, что-то, чуть-чуть интернет тормозит, или презентация. В общем, можно кликнуть, и можно с ней работать, видите, там меняется что-то. Внизу также есть поиск, ну, это показывает все аресты в Минске, а в мобильном приложении это может быть, это отдельное стендалон приложение, там может быть картинка, вот это просто экспортированная, например, картинка. То есть Mobile First, в случае с Tableau, в принципе, работает. Про все марши нетунеядцев. Ладно, выборы в Нигерии, ну, думаю, вас мало интересуют, президентские, губернаторские. Отключение горячей воды. Работу открывать, наверное, не буду, просто расскажу. Можно ввести свой адрес и увидеть, включили там воду или еще не включили, или скоро отключат, и увидеть на городе, на карте города, как на каждый день это было. Там можно еще посмотреть конкретную дату, узнать, кому можно съездить, помыться такого-то первого июля. Мне было интересно посмотреть, какими же кластерами отключается горячая вода. Вот здесь все красное, это потому что я делал скриншоты уже после того, как прошел сезон выключения воды, но тем интереснее, а, там еще такая линия ползла, которая показывает, а завтра отключают, 800 домов отключают, и можно ожидать, что завтра будет там бурление в соцсетях особенно предсказывать. И тем интереснее было, это вот интерфейс уже Tableau, каким он был недавно, что Tableau следит за своими пользователями, которые публикуют в Tableau Public. И вот, когда я обнаружил, что визуализация стала визуализацией недели, это, ну, это мега круто, особенно для такой темы, отключения горячей воды в Минске. То есть, открывает кто-нибудь в Америке и видит там, что такое отключение горячей воды, what is it? или что такое Минск? Где-то открывают, а что такое горячая вода. Ну, это было очень приятно, и это было в 15-м году. Сейчас чуть-чуть, минута самолюбования. Месяц назад, табло, на своем сайте, на главной странице, вкладке авторы, добавил 10 авторов, за которыми, как они считают, можно следить, смотреть их работы. и это очень круто, потому что я вообще очень не люблю конкурсы, вообще считаю, что нужно что-то просто делать. И вот табло как раз меня порадало тем, что они следят за всем, что выходит в паблик-версии. Понятно, что все функции, которые делаются, вопрос какой-то или что-то там, все, что делается корпоративными заказчиками, там недоступно. То есть оно сохранено локально, грузится у вас на табло-сервере, и можно увидеть только публичные работы в табло-паблик. Имена детей в Минске. Ну, тоже кратко. Как вас зовут? Настя. Настя. Можно посмотреть. Так, сейчас интернет чуть-чуть. В принципе, работы в табло грузятся обычно какое-то время. То есть это не D3JS, там, где все мгновенно может появиться. Но для такого количества данных иногда можно и простить. Есть Анастас еще. Родился ребенок по имени Анастас. 531 ребенка назвали в 2013 году и 517 детей в 2014 году. Кстати, вот склонение даже ребенка и детей. Можно в табло предусмотреть, если вначале там циферка, это склонение такое-то. Такие мелочи. Пятое место в рейтинге женских имен. А больше всего у нас Марии, Максимов, Софии. И видите, что все точки с данными присутствуют, и на периферии можно увидеть, вам видно, вот все самые-самые редкие имена, например. И просто их вот так вот исследовать, включить, например, самые редкие. и посмотреть. Да. Или рейтинг. Что изменилось? На самом деле, скоро тут что-то должно добавиться, но пока так. Статистика. Сколько утонуло белорусов. Про метро тоже все пропускаю. Самые старые деревья Минска. Самые старые и красивые. Тоже можете открыть, посмотреть. Это данные на Open Data BY были. Ну, открою, может быть, с визуальной точки тут и карты, и пиктограммки. А главное, ты не стройно показываете. И руководство к вырубке. Нет, нет, нет. Они все храняются, по-моему, даже. А может и нет. Вот было бы интересно пройти и посмотреть, что сейчас с этими деревьями, которые были три года назад или два года назад визуализированы на карте. Какое ваше любимое дерево? Да? Ваше? Тополь. Тополь. Отлично. Таких деревьев девять. Вот из всех этих редких деревьев сразу bubble chart. И виден тополь, и видны места, в которых все эти деревья. Усадьба Белая дача. Там больше всего. Лошадский парк, парк Уросовщина. Но если интересует тополь, их всего девять, они находятся так, по-моему, здесь оно что-то сломано. Ну, сейчас оно покажется. И покажет список, где растут тополя. Что-то не так. Может быть, с интернетом. Но можно выбрать возраст дерева, выбрать высоту его и даже эстетичность по пятибальной шкале, которую в Институте экспериментальной ботаники вывели для каждого дерева. Вот эти все тополя в парке Горького. В общем, недалеко. Все тополя можно увидеть там. Уровень рек Беларуси, как менялся, загрязнение. Итоги года. Это пьяная елочка, составленная из событий года. Размер шарика это количество просмотров новостей на Тутбайе про это событие. А вот сама елочка из курсов украинской гривны и российского рубля к белорусскому рублю в тот проблемный год. Вот это рубрикатор можно нажать, например, на Украину и все новости останутся только посвященные Украине. Это уже дальше Just for Lulls. Кодюс Святого Валентина, инфографика про заболевания, передающихся половым путем, например. И там вот фон, график и фон так делать вообще не стоит, но здесь было забавно, потому что там меняются сзади в зависимости от заболевания вирусы. Картинка вируса они очень красивые, мне понравились. Итоги следующего года в зависимости от фазы Луны. Так, не буду. Некоторые работы студентов. Я вам дал ссылку на конспект сегодняшней лекции это инфограф by slash табло и по корневой ссылке можно увидеть проект, которым я занимался какое-то время и тем больше нравятся работы студентов трех выпусков. Вот некоторые из них тут плакаты, которые они подготовили или вот такая работа про кто летает из Минск-3, как уже было сегодня в лекции, интересуют еще когда ехать, чтобы не попасть в затор. И вот здесь все пики пробок на границе в зависимости от времени показывают карту очередей, где вообще больше очереди, легковые и очереди на календаре. То есть это был парсинг сайта Госпогранкомитета, из которых удалось календарик такой сделать. Это вот пятница, суббота, воскресенье. Видно, что в общем самые-самые такие дни. Мартин Русецкий делал эту работу. Еще некоторая работа интересная, работа про участников полумарафона. Она вышла на Тутбай, а потом вот этот последний полумарафон, который был, взял эту работу к себе на официальный сайт. Ну, там можно посмотреть, увидеть, вести фамилию, увидеть, где бежали люди. Поскольку мало времени, я покажу тоже рисунок коллеги Алексея Птицына, который тоже выступал, он из Москвы, приезжал в школу инфографика тут. Мол, мы что-то сделали, дали пользователям инструмент для анализа, чтобы он нашел закономерности, а пользователь говорит, вот сам их и ищи. Но я же дизайнер, так вижу, инструмент, данные. Поэтому, если вы делаете для какого-то читателя, то все должно быть, как я говорил, с кроллетелингом. Просто вот вы сделали интерактив, может быть, вы из него сделаете просто статичную картинку и добавьте, если табло позволяет это сделать. Потому что в этом всем будут разбираться в глубине ваших работ только самые преданные или заинтересованные читатели. Совсем другая специфика работы у аналитиков или в компаниях, когда ты должен сделать вообще все и много фильтриков и чтобы можно было в разных разрезах. Вот это, с одной стороны, но совершенно разное ЦА. Или главное не сделать так, чтобы пользователи потом увидели какой-то график и ничего не поняли в нем. То есть совсем ничего не поняли. Вот краткий курс вообще визуализации. Вот раньше Excel так делал, как было на первой картинке. В общем, можно посмотреть эти две гифки, которые сделаны DarkHorror Analytics и понять, какой должна быть визуализация, чтобы она была эстетически красивой. И что нужно с ней делать. Ссылки на гифки тоже будут у вас в конспекте, поэтому их можно дома посмотреть. Пример такой классический. Ну, в общем, вы сразу можете сказать, как называется этот принцип. Как? Ну, это, да, это метрика скорее. А принцип less is more. Меньше это больше и лучше. Количество Data Inc. Так, это следующее. А вот это все любят пайчартики. Даже недавно увидел лекцию очень уважаемого мной человека, и у него были трехмерные пайчартики. Ну, так уже вообще много лет уже все знают, что делать не надо, потому что это искажает данные, потому что это, ну, лучше сделать, ну, посмотрите, как. Это, конечно, в этом есть доля шутки. Кто-то любит пайчартики, или может начальник сказать, я хочу пирожок, как жаргоном называют. Ну, вы видите общий принцип и смысл, что любой пайчартик можно сделать вот так. Он превращается, превращаются брюки. Итак, это ссылка на конспект. Я надеюсь, я вам показал много кейсов. Простите, если я перегрузил, но я показал, что в табло можно сделать очень многое, что все данные, которые вы в нее загрузили, они будут честно показываться, даже все очень быстро работать. В вебе, если это на вашем табло-сервере, это будет еще быстрее, что можно использовать как и для таких хардкорных, серьезных работ, так и для достаточно легких. Я не вдавался в принципы визуализации данных. Вы все дизайнеры, по крайней мере большинство из вас. И если есть какие-то вопросы, я рад ответить. Да, пожалуйста. Ну, давай. Спасибо, во-первых, за доклад. Видно, что в Тудбай с инфографикой все же учатся. Там остался коллега, я вот из Тудбай уже сейчас чуть-чуть… Ну, я сделал многое, то, что хотел, нужно всегда что-то менять. Тем не менее, вопрос такой, как наличие инфографики в самой новости влияет на на ее отличие читателей и ее… Отлично. Наш аналитик, когда это мерил, ну, по крайней мере, все цифры, которые я помню, показывают, что новости с визуализацией, это на какой-то выборке, по-моему, за год, это было или прошлое, или позапрошлое, в среднем проводится дольше времени, то есть читатель рассматривает. Это не настолько не в разы отличается от среднего времени на странице, потому что все зависит от темы. Например, над визуализацией, где имена детей, люди проводили, по-моему, против средних. Я сейчас не буду цифрой, я на Тутбай уже сейчас меньше работаю, я забыл, но там проводили то ли 10, то ли 12, очень много минут, там в несколько раз больше, потому что там можно покликать, можно ввести имя, увидеть рейтинг. То есть это, по сути, инструмент Тулза, в который можно покопаться. И все зависит от темы. Тема такая людям близка и интересна. И если так, то они в ней все же могут подзалипнуть. То есть то, что я помню, это в среднем немного было больше времени, а по глубине и прочего просмотра я, к сожалению, сейчас не слежу. Ну, в общем, все неплохо. Главное, что тоже, как построишь, если это скроллителлинг и там много просто картинок, то понятно, что такой же объем текста, например, дочитается может дольше. Ну, тут уже такое. Еще вопросы у кого-нибудь есть? Сейчас, подожди. А, нет, чем-то, что нужен. Спасибо за доклад, очень интересно. Подскажите, форматы данных, которые туда идут, они ведь разные, правильно? Как вы работаете, как-то приводите к общему формату, что с ними делать? Вот очень кратко, то, что я пропустил, но я знал, что кто-то этот вопрос задаст. Основной принцип, что нужно в табло добавлять? Я говорил, в бесплатную версию это CSV, Excel или Google Spreadsheet. в данных должна быть плоская таблица. То есть, что такое плоская таблица? Видите, население Минска, Москвы, Киева и Нью-Йорка на 80-е, 2000-е, 2016-е годы. И вот так делать не надо. Табло, конечно, уже достаточно давно может сам преобразовывать формат данных. То есть, вы выделяете эту колонку, говорите Pivot. Смысл плоской таблицы одна колонка, одна сущность, один тип данных. То есть, здесь у нас только города, здесь у нас только года и здесь только население. Вот, таким должен быть формат данных и все, ну, Excel, CSV, все будет работать, можно перетащить его в табло и дальше уже самому изучать. У вас в конспекте будут ссылки на официальные видеоуроки. Там очень хорошие официальные видеоуроки, хелпы. Если в табло возникает какой-то вопрос, поверьте, вопросы возникают и у меня, и у коллег, ну, даже у тех, кто сколько-либо работает, это, вот я всегда студентам говорю, пиши в Google, потом табло, пробел, кастом, формат, стринг, дейт. Вот, вот, тут главное перевести на английский, что тебе надо сделать. То есть, нужно минимально представлять, а дальше вы все рецепты найдете. То есть, там очень мощная комьюнити поддержка, комьюнити, там есть форумы, вы можете голосовать за свои идеи, то есть, мне нравится этот продукт, потому что то, что мои коллеги в российских студиях, там много групп людей, там есть в команде дизайнер, там бывает UX, могут взять еще отдельно, там есть программист, там есть аналитик, есть журналист, есть отдельно картограф, человек, который картами занимается. И вот все это ты можешь сделать в принципе сам. Конечно, это будет не так круто и вау-вау-вау, но это можно сделать одному. Вот, от поиска данных до, там, идей, до дизайна и до какой-то штуки, которая работает на макбилках и на десктопах, еще может тебе вектор выгрузить. Ну, по-моему, это клево. А еще, если вы все равно, у вас есть такая команда, все, что вы сделаете в Tableau, может служить очень крутым прототипом. То есть, вот все взаимодействия в вашем, не знаю, приложении, будь оно основанных на данных, потому что инфографика это интерфейс, интерфейс, который показывает данные. Вы можете быстро сделать прототип в Tableau и дать программеру «О, хочу вот так, вот сделай, чтобы я тут тянул, а тут стало больше и тут все было хорошо». Очень быстро можно прототип быстрее, потому что все работы в Tableau на самом деле делаются 20% времени, вот ты все увидел, все, что хотел. Остальное 80% времени это, возможно, допиливание, вот чтобы шрифт был одинаковый или цвет где-нибудь такой, или вот такие вот мелочи, конечно, там занимают непорядочно много времени иногда, но они позволяют настроить вот все-все-все. В недавней версии вот они про дизайн думают. В Tableau из коробки делается красиво, то есть там толковая сразу палитра, категориальная или непрерывных значений. Там для людей с цветовыми, с цветовыми, с нарушениями цветовосприятия отдельная палитра, потому что 10% ваших читателей они не различают цвета. Там шрифты, вот сейчас вот Илья Рудерман хвалил вот в Tableau, хороший дизайнер, забыл саму фамилию, вот сделал шрифт фирменный, Tableau, там несколько, там гарнитура, несколько начертаний, ну нормально работает. Что еще вам могу сказать? Про формат данных вы услышали, то есть это вот основное, в принципе, если у вас там Excel, в которой миллион строк, а больше миллиона там 48 576 строк, в общем там быть не может, если это Excel, но если CSV, и там у вас много миллионов, там несколько миллионов строк, все это нормально обрабатывается, тулзы, которые в работе всегда рядом нужны с Tableau, например, OpenRefine для очистки данных, или для обработки данных, или, например, в такой CSV-шке из 5 миллионов строк нужно пронумеровать строки, 1, 2, 3, 4, там до 5 миллионов, Excel этот файл не откроет, но, например, можно Python, язык программирования, если вы его знаете, это вообще работа облегчает, с парсингом данных, что-то еще, но вот в такой простой тулзе можно сделать очень крутые преобразования данных практически на лету или очистить их. Это OpenRefine, в конспекте у вас тоже ссылка на него есть. То есть это отдельная такая, не знаю, инфографер, в общем, профессия, где нужно быть и дизайнером, и программистом, и понимать вообще, как работают с данными, и быть журналистом, чтобы рассказывать истории. Ну, это вот идеальный случай, когда так происходит. Если вы над некоторыми работами улыбались, или их вот так вот принимали, спасибо вам, значит, где-то цель достигнута. Удачи вам, пробуйте, все очень несложно, и надеюсь, было полезно. Спасибо. Спасибо большое, Вадим. На самом деле, у меня еще есть вопрос, я думаю, многим будет интересно. Вот сейчас на опорке такой всплеск на спрос на ребятка. На опорке, на бирже. Скажи, сколько бабла может зарабатывать в среднем какой-нибудь парниша, который год поковырял табле, ну, либо меньше. Ну, в целом, какие суммы? Я думаю, там рейд 30-40 долларов, ну, где-то, ну, 20-40-50 долларов в час. Ну, средний рейд, там, сколько-то, по-моему, биржа берет, я там, не работаю, но, потому что как-то времени, это и главное неинтересно. Вот мне было интересно делать такие штуки, которые, ну, вообще, все же визуализация, это бизнесу интересно, бизнесу ценно, а мне, поскольку у меня журналистский бэкграунд, я вообще не программер, не вот это вот все, мне было интересно, как можно рассказывать истории. Но на бирже, как я говорил, вот это сведение недавнее, там, ну, кто-то нужен, кто что-то делает в табло. Спасибо тебе еще раз большое. Ребята, у нас еще будет автопати, на нижнем этаже есть пиво, алкогольное, алкогольное, где вы можете там уже такими кучками раскучковаться, пообщаться между собой. И еще, на самом деле, у нас, нам нужны спикеры, если кто-то какими-то знаниями обладает, какой-то экспертизой, или просто почитал какую-нибудь книгу и решил, что нельзя читать другим, или наоборот нужно, пожалуйста, напишите мне. Формат может быть любым, любым. То есть, может быть, не час, можно устраивать маленький такой толкс на 15 минут. То есть, смелее делать все это не ради нас, не ради вас. Делается все, чтобы прощупать в целом движуху дизайнеров в Минске, чтобы мы понимали вообще, где наш дизайн текущий в Минске. Все-таки, ну, мы знаем, как примерно это все в России, как это примерно все в Европе. и вот, собственно, давайте не бойтесь, смелее, вместе будем крутыми чуваками, будем рулить в будущем. Спасибо, что пришли. Вот, у нас все. Пожалуйста, на нижний этап спускайтесь, суйтесь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.